Добрый, добрый вечер! Не боится и не опасается никого, даже Химок на их поле. Подача, штрафный мяч летит, скид, ух ты, удар даже из пределов Ротарской, между прочим, позволяет Химке пробить по своим воротам. За стыки в распределении мест, потому что там все очень плотно и у команд, которые за эти стыки опасно! Ох, как опасно, да, действительно. И опять, видите, опять стандарт, а стандарты для тех и для других очень важны. Ведь когда мы его в первый раз увидели на этой позиции в Премьер-лиге, там же менялась опять ситуация, менялось прочтение этой схемы с тремя центральными. Подача! И будет удар, да, шикарный гол! Ничего себе, Максим Петров, сумасшедший голешник! Мягкая передача, и столько времени было у защитников Химок на то, что, в принципе, оценить момент и помешать Максиму Петрову пробить. А он развернулся, он ждал, он замахивался. И, наверное, это заявка на самый красивый гол-тура. Абсолютно, это во все хайлайты, во все нарезки, 100%, пока по ощущениям нефтехимику абсолютно на это плевать. Да, все, что хотят, делают Шельцов, посмотрите, простреливает вдоль ворот, гол! О-о-о! Это было красиво! Особенно ускорение Шельцова, но и подставленное там на пятачке нога. Шикарный! Данил Липовой! Данил Липовой, 2-0, ну, по-хоккейному, мне кажется, да, так разыграли? Ну, это тоже. Волков так сопровождает его аккуратно, то, я думаю, что, может, какие-то импровизаторские решения от Талалаева пойдут. И хорошо Роман Денисов атаку разогнал этим пасом на Джамилова, а тот проходит дальше, двоих прошел и пробил! И вот это Джамилов! Вот это нефтехимик! Они просто возят химки, извините, уже такое жаргонное слово. Ну, а как тут, значит, подберешь? Столичные или подмосковные команды, это, конечно, отдельная принципиальная история. Ну, как, собственно, и для Новикова, и не будем забывать, да, все-таки Динамовское прошлое периодически дает о себе знать. Много футболистов из московских клубов, и из Динамо тоже. Бута Магомедов! Какой удар! Журавлев, по-моему. Очень, очень близко было. Ну да, Журавлев, левая нога, все правильно. Первых там трех или четырех матчах у него было две желтых. Да. В общем, уже тогда задал планку. Ну, будет ли удар? Вот попытка! Рикошет! Отбивает мяч Голубев! Вот это уже действительно опасно. Здорово там в средней зоне работает, да, а в атаке почему бы не освежить? Павел Котов подавал хорошая подача, нацеленная. Не было тут попадания в руку, хотя, кажется, нефтехимик это хотел оспорить. Корян, контратака, ну что, убегут два в два, два в одного даже. Передачу Корян успел сделать. Руденко с мячом подработал и пробил. Повезло, наверное, здесь еще нефтехимику. Не получился настолько мощный, насколько мог быть вообще таким удар Руденко. Атака нефтехимика, атака химиков, атака нефтехимика по другому сценарию, пока этот матч идти не собирается. Ух ты! Гол! Вот это неожиданный отскок. Все отскоки собирает нефтехимик сегодня. Вот так, в общем, под этой заточена игра. Но как же химки? Столько пространства опять. Вот всякое, конечно, бывает, но... Отыграться в плане 3-3? Ну, ну. Нет. Ну вот, поэтому, наверное... Ну уж просят меня болеть химик. Но что-то сделать-то надо, попытаться. А то действительно, пока все по нулям. Удар по воротам. Оу! Помогает Голубев. Вот хвалили мы его весь матч. Все получалось. А сейчас, конечно, курьез. Сейчас фатальная такая неприятная ошибка. И 3-1 Александр Руденко забивает свой гол в этом матче. Панченко умеет включаться сразу. Бирковский. Бирковский в штрафную удар наносит Голубя. Потражает. Еще будет попытка Бирковский на угловой. Да, все ясно давно, хотя кимки пытались что-то изменить. Но счет на табло. И по большому счету могло и остаться 3-0. А могло быть и 4-0, если вспоминать тот самый удар Жамилова в перекладке. Всякое могло бы быть.